Слава Украине! Привет всем от Полонского! Еще одна Бавовна, ребята! Я, честно говоря, не ожидал, что Бавовен, Бавовен, нет, все-таки Бавовен, будет столько, и как бы не собирался, но, видите, наш гуры, наша СБУ работают настолько усердно, что Бавовны сыпятся, знаете, как из рога изобилия, с тем, чтобы нам с вами повышать настроение, а расистам неповадно было. Итак, следующее, не знаю уже, какая по счету сегодня Бавовна, это республика Мордовия, временно оккупированная московитами на России. Атакована была, так называемая, загоризонтная антенна в населенном пункте, сейчас я вам скажу, как она называется, Ковылкино, господи, прости, какое-то неприличное совершенно слово, но бог с ним, да. В населенном пункте Ковылкино, где живут вот Ковылки, нет, Ковылкинцы, какие-то такие люди живут, вот, там стоит гигантская антенна-приемник, чтобы вы понимали, о чем идет речь, это дура длиной километр, да, высоту огромную имеет. Что-то типа подобного у нас, знаете, стоит такой же, такая же антенна, по крайней мере, совсем недавно еще стояла, не, ну еще стоит, между Николаевом и Херсоном, вот подобная дура, которая принимает радиосигнал, абсолютно гигантская, да, и интересно, что видит она в глубину, то есть вдаль смотрит, на 3000 километров и на 100 километров вверх, то есть она видит и спутники, и все, что ты хочешь видеть, да. Причем она интересна, она состоит, вот эта конкретно, Ковылкинская, называется контейнер, так вот, она состоит из двух частей, из передатчика, он стоит в Нижегородской области, а основная часть и вся электроника вот в этом самом Ковылкино, и обработка информации именно так, то есть это гигантское, на самом деле, сооружение, нужно рашистам, нужно рашистам для того, чтобы следить, ну, за огромной территорией, сами понимаете, что такое 3000 километров, причем, я же говорю, они оттуда видят даже спутники, что говорить о самолетах и о всем прочем, то есть удар по этой штуке, если действительно попали туда, куда надо, в ту точку, куда надо, это огромное дело, это слепит российское, или уже слепило российские ВВС, российское ПВО на огромной территории, и построить такую вторую махину, ну, это, сами понимаете, не совсем реально в современных условиях, в любом случае, я еще обратил внимание, что тут рашисты начали рассказывать, ой, в Мордовии там ПВО работает, в Мордовии, там ПВО и нету, собственно, что-то там кто-то стрелял, ПВО, это имеется в виду, из Калаша, из Берданки, они стреляли в воздух, вот, потом еще по другим республикам, в Татарстане, то там, то сям, я думаю, боже, потом прекращали работу предприятий, выводили людей на улицу, что-то такое, в том числе и в Мордовии, я думаю, да что у них там происходит, одного беспилотника испугались, что ли, один беспилотник на всех напугал, нет, там было несколько беспилотников, и каждый летел по своей траектории, по своей задаче, видите, шмякнуло по этой, господи, простирка, Велкине в Мордовии, вот, так что ждем апдейта по этому вопросу, если таки удалось шибануть, именно расшибить то, что нужно, а скорее всего, что удалось, то, ребята, мы ослепили расшистов, ой-ой-ой, мама, не горюй, теперь будут, я не знаю, теперь будут антенны, как у бабушки, знаете, диапазон ставить себе за шиворот, и ходить, и кричать, что я антенна, я антенна, первый, первый прием, да, я второй, еще лучше, я вам предлагаю универсальное решение, кстати, не боится даже атакамсов, вешайте на сосну, не, лучше на березу рельсу, и отбивайте азбукой Морзе, вот, говорят, хорошо помогает, и слышно метров за 300.